Слово предоставляется Анне Поташник, нашему старшему юристу, который, как Михаил сказал, работает в директорате, который занимается европейской фармакопеей. Анне, тебе слово. Вы меня слышите? Да, да, начинай. Да? Ну все, прекрасно. Давайте начинать. Рада всех приветствовать, всех, кто подошел после кофе-паузы. Задача у меня сейчас непростая, потому что надо рассказать о работе достаточно большого директората в составе Совета Европы за достаточно короткое время. Итак, директорат называется по качеству лекарственных средств и здравоохранению, сокращенно EDUQM, и эта аббревиатура, она везде используется, я не стала переводить ее на русский, так вам будет удобнее, если захотите найти новую какую-то дополнительную информацию. Структурно директорат находится в составе гендиректората по вопросам демократии и в своей работе опирается на конвенцию относительно разработки европейской фармакопии. Почему это важно? Это важно потому, что степень участия в этой данной конвенции, она влияет на степень участия государства во всех межправительственных и экспертных органах данного директората. Так, например, на сегодняшний день Российская Федерация не подписала и не ратифицировала конвенцию вот эту, и, соответственно, Российская Федерация является наблюдателем при всех межправительственных и экспертных органах, о которых мы сейчас поговорим. Что значит быть наблюдателем? Наблюдатель означает полноценное участие в рабочих группах, в экспертных группах, в обсуждении, но когда речь доходит до голосования, тут, естественно, наблюдатель не имеет права голосовать. Чем занимается директорат в целом? Занимается обеспечением доступа к качественным медикаментам и медицинской помощи на всем европейском континенте. Я постаралась сгруппировать всю деятельность директората в группы, и первая группа – это фармацевтическая деятельность. Структурно это выглядит таким образом. Комитет министров «Наше сердце», дальше руководящий комитет по фармацевтическим препаратам и фармпомощи, и под ним четыре органа, четыре подчиненных экспертных органа. Особняком стоит комиссия европейской фармакопии, вы сегодня уже слышали, и Михаил Борисович Лобов и другие участники, они ассоциируют данный директорат именно с фармакопией, но это, наверное, объясняется традицией, потому что это действительно орган, который возник в 1964 году, с тех пор бесперебойно, без всяких модификаций функционирует. Он функционирует на базе конвенции у европейской фармакопии, и, собственно, конвенция… Ань, извини, пожалуйста, а ты можешь, пожалуйста, в три или в четыре что-то нажать, чтобы побольше видно было, это очень мелкий шрифт, мы ничего не видим. Сделай на весь экран презентацию. Так видно? Ага, вот, так отлично, спасибо. Да, ну все, отлично. Вот, и, собственно, в данной конвенции определяются основные задачи комиссии по фармакопии. Это, собственно, поддержание самой фармакопии. Я, к сожалению, не вижу, в связи с тем, что я дистанционно участвую, я не вижу взглядов юристов, но я подозреваю, что, наверное, возникает вопрос, что такое фармакопия, дорогие коллеги. Фармакопия – это все, как мы с вами любим, это книга, это документ, состоящий из общей особенной части, как любые наши кодексы. В общей части находятся сведения, которые применяются, соответственно, ко всем статьям особенной части. Это, например, общие методы анализа качественно-количественно, это пределы содержания примесей. В особенной части находятся отдельные фармакопийные статьи всех медицинских лекарственных препаратов, которые доступны в Европе. И фармакопия состоит из многих экспертных рабочих групп, в которых участвует и Российская Федерация, и всего 850 экспертов. На сегодняшний день эксперты со всего мира принимают участие в разработке и поддержании вот этих, как общей, так и особенной части данного документа. Помимо этого, на основании, если так можно выразиться, рецептов фармакопии создаются стандартные образцы, это физические образцы лекарственных средств для идентификации и контроля качества лекарственных препаратов. У нас двойной исток, мы храним их и в Страсбурге, и чуть севернее в городке, недалеко от Меца. Далее, на основании этой деятельности мы проводим также сертификацию. Это деятельность по качественной оценке пакета документов, описывающих производство фармацевтических ингредиентов, которая также соединена с выездными инспекциями на производство по всему миру, неважно, в Европу или в Индию или Китай. Наши эксперты-инспекторы выезжают. Эксперты-инспекторы назначаются компетентными органами стран-членов, которые участвуют в данной программе сертификации. Сейчас, естественно, выездная инспекция невозможна, границы закрыты, но мы используем дистанционные средства связи, то есть, если раньше инспектор ходил по производству и сам смотрел на необходимое ему, куда он должен был посмотреть, то сейчас это все делается посредством видеосвязи, качественной видеосвязи, и аппаратура устанавливается непосредственно на производство. Данные сертификаты признаются всеми странами-членами конвенции европейской фармакопии. Это включает все страны Европейского Союза, а также за пределами Европейского континента, Канада, Австралия, Новой Зеландии, Дунис, Марокко. Кроме этого, есть еще сеть официальных лабораторий по контролю качества медицинской продукции. В данном случае 71 лаборатория, 2 из них российские, участвуют в программах независимого контроля качества медикаментов на рынке, а также проверяют данные медикаменты на вопрос фальсификата. Кроме того, эти лаборатории также отвечают на запросы правоохранительных органов по определению состава вещества, например, изъятого на таможне. Дальше, возвращаясь к нашей схеме, смотрим на остальные комитеты. И у нас здесь есть экспертный комитет по качеству безопасности стандартов фармацевтической практики и фармацевтической помощи в центре. Данный комитет занимается общими вопросами фармацевтической помощи, но иногда занимается также и какими-то более конкретными моментами. Например, вот для примера резолюция о том, как следует разводить лекарства перед применением. Помимо этого, есть комитет по классификации медикаментов. Это означает по рецепту или без рецепта отпускать. Есть база данных мелкласс, где отражены решения данного комитета. Важный комитет экспертов по минимизации рисков от фальсификации медицинской продукции. Здесь основа деятельности Московская конвенция, о которой сегодня уже говорили. Конвенция Медикрим. Российская Федерация к ней присоединилась. И в данном комитете особо активно участвуют российские эксперты. На последнем заседании, я помню, было три эксперта. Активно, интересно выступали и участвовали. Здесь также имеет место база данных о выявленных случаях фальсификации к NOEX. И сеть СПОК – это сеть быстрого реагирования, которая существует во всех включенных в эту сеть государствах. Далее, вещества человеческого происхождения. Это следующая группа видов деятельности. Что это означает? Это означает кровь и органы тканей и клетки. Опять же, схема. Смотрим, комитет министров и два руководящих комитета. В составе каждого из руководящих комитетов множество рабочих групп по видам деятельности. Начнем с крови. Здесь, естественно, руководящий комитет занимается оценкой ситуации в данной сфере, выявлением риска, принятием, разработкой норм. И самый фундаментальный труд данного комитета – это руководство по переливанию крови. Он известен и в Европе, и за пределами. Известен и регуляторам, и также простым врачам в данной сфере работающим. Потому что действительно здесь собираются лучшие практики, мировые практики в данном документе. Как он оформлен? Это рекомендация комитетов министров, видите, достаточно старенькая, 95-го года, и к ней прилагается данное руководство, которое каждые два года обновляется. Есть специальная рабочая группа в составе данного рукома, и она занимается только обновлением данного руководства. Но помимо этого существуют и другие группы, которые занимаются, собственно, другими вопросами. Вот примеры, вы видите и гемофилия, и иммуноглобулин, и так далее. Помимо этого, комитет занимается кооперационными программами. Это программы поддержки государства по применению наших стандартов, по улучшению качества работы служб крови. Также Российская Федерация в данном комитете представлена. Следующий комитет, комитет по трансплантации, он занимается вопросами трансплантации органов, тканей, клеток. В своей деятельности опирается, видите, на целый список конвенций, включая конвенцию нашу, самую главную, 50-го года о защите прав человека и основных свобод, конвенцию ОВИЕДА, о которой сегодня тоже мы говорили, также конвенцию Сантьего де Компостелла, к которой Российская Федерация присоединилась, и другие документы. Как межправительственный орган данный комитет также разрабатывает документы. Самые известные из них, такие фундаментальные, это руководство по качеству трансплантации органов и руководство по применению тканей и клеток для человека. Вот вы видите два этих документа, они переводятся на русский язык. Помимо данных документов, они точно так же функционируют, как предыдущие руководства по крови, то есть есть рекомендации комитета министров, приложение которой регулярно обновляется. Помимо этого есть, вы видите, другие документы, другие вопросы интересуют также остальные рабочие группы в рамках данного руководящего комитета. Обратите внимание, в 2017 году были приняты две резолюции о трансплантационном туризме, и они касаются прижизненного донорства, и, соответственно, эти вопросы регулируют. Полный список нормативно-правых актов, принятых данным комитетом, увидите, доступен по ссылке. Еще следующая группа направлений деятельности – это косметика и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Здесь опять видим стандартную схему. Два руководящих комитета подчинены комитету министров. Руководящий комитет по косметике и здоровью потребителей оценивает риски для здоровья, связанные с использованием косметической продукции, с ее фармакологическими, токсическими эффектами, предлагает меры реагирования, устанавливает стандарты. Известными здесь интересными руководствами является руководство по безопасности косметики для детей до 3 лет, сборник стандартов по оценке качества чернил для татуажа, татуировок, также руководство по эфирным маслам в косметических продуктах, солнцезащитным продуктам. Здесь также имеет место сеть лабораторий по контролю качества косметической продукции. Она действует по образу и подобию такой же сети официальных лабораторий, что существует в отношении медицинской продукции. Иногда это те же самые лаборатории, иногда это другие лаборатории. Проводится независимое тестирование косметики на рынке, и по итогам тестирования уведомляются правоохранительные органы. Следующий руководящий комитет по контактирующей с едой, материалам и изделиям. Здесь речь идет о разработке стандартов безопасности и качества материалов, используемых для контакта с пищей. У меня какой-то очень странный звук. Вы меня слышите? Аня, да, мы тебя слышим, но у кого-то из спикеров, мне кажется, да, идет шум фоном. Ага, ну прекрасно, хорошо. Главное, что вы меня слышите. Значит, здесь речь идет уже... Ань, а еще можно? Я извини, пожалуйста, тебя чуть прерву. У нас вот еще минут 5-7, ладно? Потому что у нас еще две сессии, остался всего час до того, как надо будет взлетать. Конечно, Наташа, я уже, в принципе, в конце с вами, да? Это последняя такая группа нашей видов деятельности, о которой я хотела поговорить. Так вот, здесь, собственно, идет оценка качества материалов, используемых для контакта с пищей. Это и посуда, это и упаковка еды и так далее. Большое техническое руководство о металлах и сплавах здесь есть. Также разрабатываются стандарты, касающиеся бумаги, картона, чернил для печати и так далее. И в целом, если обобщить, чем занимается данный директорат, то цель деятельности, естественно, повышение стандартов качества и безопасности лекарственных средств и медицинской помощи всех продуктов, о которых мы говорили, начиная с лекарственных средств и заканчивая косметикой, наверное. Для кого мы работаем и вместе с кем мы работаем? Мы работаем для регуляторов, для государства, государственных органов, которые осуществляют регуляцию и потом контроль, соблюдение данных стандартов. Мы работаем вместе с производствами на территории стран, как европейской фармакопии, так и за ее пределами, и являемся такой платформой для обмена практикой, результатами работы, как любая межправительственная комитета. Если говорить о глобальном влиянии, вкладе этого директората в целом, вот здесь у нас есть карта. Здесь мы видим, что, конечно же, основное внимание уделяется Европе. У нас есть 39 государственных членов частичного соглашения по фармакопии. Сюда же можно включить организацию Европейский союз. А также в Европе у нас 5 наблюдателей, включая Российскую федерацию, включая Всемирную организацию здравоохранения. И по остальным континентам, вы видите, всего у нас 30 наблюдателей, то есть, в принципе, и в Северной и Южной Америке, в Африке, в Австралии. И используются результаты работы данного директората. Спасибо вам за внимание. Вот ссылки на наши соцсети, на наши новостные подписки, если будет интересно. Я готова ответить на любые вопросы, если есть. Анна, спасибо большое. Очень интересная презентация. Хотели уточнить, есть ли у нас вопросы в зале. У нас вопросов в зале нет. Мы, наверное, будем потихонечку продолжать. Аня, спасибо большое. Спасибо большое. Если у тебя есть возможность, оставайся с нами. У нас очень интересная сессия, которая тоже первый раз за всю историю наших курсов будет проведена. У нас такой сегодня очень необычный день, потому что первый раз участвовали парламентарии. И первый раз у нас будет сессия по правам человека и окружающей среде. Я бы хотела такое небольшое сделать введение и сказать, что мы все, безусловно, знаем, что окружающая среда, фактически это наша жизнь. И поэтому даже если мы, может быть, не все еще привыкли постоянно о ней думать, и о ней, самое главное, заботиться, бережно заботиться, честно, добросовестно, вот так, как мы заботимся каждой о своем здоровье, о своем теле, о своем доме, это совершенно точно будущее наших детей, это будущее следующих поколений. И, в общем-то, я глубоко уверена, что то, что мы с вами сделаем сейчас, именно вот в этот период нашей жизни, оно будет иметь непосредственный эффект на то, как будут жить наши дети, чем они будут дышать, как все это будет устроено. И, в принципе, я думаю, что многое, действительно многое еще в наших руках. Я хотела сказать, что Совет Европы, ну, я скажу так, начинает деятельность, начинает в том смысле, что она еще не развита до той степени, до которой, допустим, развиты другие темы, по которым мы с вами за эти дни говорили. И вот буквально накануне вот этого эпидемиологического кризиса, который случился в марте на всем европейском континенте, в Страсбурге состоялась конференция, посвященная окружающей среде. И Совет Европы выпустил вот такое вот пособие по правам человека и окружающей среде, ну, которое в себя собирает основные подходы, основные документы, которые на сегодняшний день организация пользуется и которыми она прибегает. Вы можете найти все эти документы на нашем сайте, на сайте Совета Европы. В разделе вы увидите, просто надо набрать конференция по окружающей среде, и там будет полный список документов и речей наших спикеров, все, кто были, и, в принципе, основные подходы Совета Европы по этой теме вы там сможете увидеть. Я с большим удовольствием передаю слово нашей коллеге Татьяне Марчине, старшему юристу секретариата ЕСПЧ. Таня к нам подключается из Страсбурга. Таня, привет. Алло, Наталья, вы меня слышите? Да, мы тебя слышим. The floor is yours. Мы ждем. Прекрасно. Видео тоже, по-моему, проходит, да? Все хорошо, да. Ага, хорошо. По ходу презентации я буду спрашивать обратную связь, чтобы ничего не прошло. Таня, еще извини, пожалуйста, организационный момент. Прости, пожалуйста, мы просто очень сильно выбиваемся из графика, и поскольку мы должны будем очень строго закончить по времени, я бы очень тебя попросила, если можно, просто... Будет достаточно компактная у меня презентация. Спасибо, спасибо. Я тезисно просто изложу и сокращу материал, который я изначально планировала. Хотелось бы поприветствовать вас, дорогие коллеги и участники данных курсов. Рада приветствовать вас из Страсбурга. Если будут какие-то технические неполадки, то в любом случае вы сможете взять слайды моей презентации у организаторов. Я рада выступить перед вами, хотя в несколько необычном для меня формате, и в то же время большое преимущество такого формата в том, что не нужно использовать маску. Мое выступление сегодня посвящено очень актуальной и слободневной, и важной теме. Это права человека и защита окружающей среды. Почему мы говорим об этих двух темах в одном контексте? Именно потому, что, как отметила уже Наталья, благоприятная окружающая среда, ее невозможно представить отдельно от прав человека, потому как качество экологии, качество окружающей среды, от этого зависит не только качество жизни людей, но и их здоровье, а порой и сама жизнь. Так что на сегодняшний день можно смело говорить о том, что благоприятная окружающая среда находится в тесном взаимодействии с системой прав человека. И юриспруденция Европейского Суда по правам человека является яркой тому иллюстрацией. Для начала я сделаю небольшой обзор нашей практики, но для начала хотелось бы отметить, что в Конституциях многих стран, в том числе в Конституции Российской Федерации, предусмотрено право на благоприятную окружающую среду. Такое право также предусмотрено в Конституциях других европейских стран, как Чехия, Словакия, Словения, Норвегия, Украина. И в Российской Конституции это право, я бы сказала, даже наиболее имеет больше охвата, чем где бы то ни было, поскольку оно предусматривает также и право на компенсацию ущерба, причиненного здоровью граждан или имуществу экологическими правонарушениями. Если мы будем говорить о Конвенции, в Конвенции как такового права на благоприятную окружающую среду нет. Но Европейский суд по правам человека развил свою респруденцию с начала своего основания и выносил решения по вопросам, касающимся окружающей среды в рамках статей Конвенции. Сейчас я покажу вам, поделюсь с вами презентацией. Ее видно, Наталья? Нет, пока не видно. Еще включаю сейчас. Будет просто легче следовать. Так. Сейчас, минутку. Так. А вот, screen sharing, окей. Да. И тебе нужно оставить файл открытым. Да, я оставила его открытым и на share нажать, да? Да. В общем, пока она подключается, я надеюсь, что она подключится, я продолжу. Итак, дела, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, касаются всех видов загрязнения. Воды, воздуха, почвы. Они касаются также шумового загрязнения. Приходит заявитель, жалуется на определенный шум. Например, от самолетов, летающих вблизи их дома. Такие дела касаются экологических катастроф, индустриальной деятельности, а также ограничений на осуществление определенных видов коммерческой или иной деятельности, а также дела, касающиеся экологического активизма. Заявителями в таких делах могут выступать, конечно же, физические лица, группы физических лиц, если интересы каждого в этой группе непосредственно задеты каким-то образом, а также неправительственной организации от лица общего населения, и если существует достаточная связь между заявленным вмешательством и, например, гражданскими правами самой организации в свете статьи 6. Хотелось бы теперь, ввиду небольшого количества времени, которое у меня есть, хотелось бы сразу перейти к обзору дел. Непосредственно такие самые яркие дела, которые, на мой взгляд, необходимо осветить. Презентация еще не открылась, да? Нет, презентацию мы не видим, но в любом случае выложим ее для участников. Вот, по-моему, я ее... Вот она выкрывается, мне нужно было просто шею нажать. Окей, ладно, пока буду продолжать. Значит, одним из первых дел явилось как раз дело об интенсивном продолжительном шуме от строительства аэропорта Гатвика в Великобритании. Летающие самолеты сильно мешали жизни заявителей там, и они пришли с этой жалобой в Европейский суд по правам человека. В дальнейшем было заключено... Дружественное урегулирование... Было выполнено дружественное урегулирование этого спора, но впоследствии такие же жалобы были принесены жителями, проживающими неподалеку от аэропорта Хитроу. Одним из интересных дел явилось дело испанское, где заявительница пожаловалась на токсичные испарения от местной фабрики по переработке отходов, твердых отходов и жидких откажевенных заводов. В этом деле, что интересно, суд установил, что несмотря на то, что вреда не было нанесено здоровью заявительницы, тем не менее деятельность этого завода, этой фабрики, точно не помню, она сказалась крайне отрицательна на ее личной и семейной жизни. Ее дом находился в непосредственной белизости завода, это было 12 метров, и в связи с чем суд нашел нарушение по ряду факторов статьи 8, то есть право на уважение частной и семейной жизни, а также право на уважение жилища. Для того, чтобы, здесь немножко оговорюсь, для юристов это особенно будет интересно, значит, для того, чтобы жалоба подпадала под рассмотрение в рамках статьи 8, необходимо, чтобы такие отрицательные последствия для заявителя достигали определенного минимального уровня, и суд будет смотреть на интенсивность, на продолжительность таких последствий для конкретного заявителя и для качества его жизни. Интересно также, что в этом испанском деле касательно токсичных испарений суд не нашел нарушения статьи 3, поскольку не было установлено конкретного вреда здоровью заявительницы, то есть ее право быть свободным от нечеловеческого обращения было не нарушено. Одним из очень важных, на мой взгляд, дел в этой подборке является также следующее турецкое дело, касательно взрыва на мусорной свалке. Вокруг этой мусорной свалки были возведены самовольные постройки, видимо, у людей не было средств где-то еще поселиться, и вот как очень стихийно возникли эти дома, хижины, хибары, наверное, трудно это назвать стандартными домами, и скопилось столько газа на этой свалке, что произошел огромный взрыв, и у заявителя в этом деле умерло под развалами 9 родственников. В связи с этим он пришел, конечно же, было какое-то на национальном уровне расследование, но оно оказалось, по мнению заявителя, недостаточным. В связи с этим он пришел в Страсбург с жалобой на статью 2 право на жизнь от имени своих родственников погибших, и на статью 2 и на статью 1 дополнительного протокола конвенции. И суд нарушил нарушение по процессуальному и материально-правовому аспекту статьи 2 в данном деле. Конкретно суд сказал, что государство в отношении материально-правового аспекта, суд сказал, что государство, ответчик, допустило попустительство в отношении этих самовольных построек, никак их не регулировало, не было постановления об их демолиции, ну не разрушения, но на то, чтобы их убрали, и не установило своевременно газовую вытяжку. Плюс ко всему прочему, это что касается материально-правового аспекта, было нарушение процессуального аспекта статьи 2 государства, хотя и было какое-то изначальное расследование, виновные должностные лица были привлечены к очень минимальной ответственности, что, естественно, не отвечало интересам правосудия для данного заявителя. И право собственности на вот эти вот самовольные постройки было признано судом, и признано их нарушение, потому что именно потому, что государство по факту само признавало наличие этих постройок и ничего с этим не делало. Последняя часть моего выступления, это, конечно же, знаковые российские дела. Здесь мы говорим о деле Фадеевой, Будаевой и Калиденко. Это три разных дела. Первое дело Фадеева касается отсутствия санитарно-защитной зоны вокруг металлургического комбината. Заявительница еще в советские времена была заселена в, как мы знаем, в дома, которые предоставлялись государством, и эти дома были очень сильно близко расположены к данному комбинату. В связи с чем, опять же, право, как нашел суд, право на ее, право на уважение ее частной семейной жизни, право на уважение жилища было нарушено в рамках статьи 8, поскольку санитарно-защитная зона не была должным образом установлена, и качество жизни заявительницы значительно ухудшилось в связи с близким расположением ее дома к данному комбинату. Интересное очень дело Будаева, где заявители пострадали от череды селий в городе Тырны-Ауз в 2000 году. В результате этих селий умер муж заявительницы, и серьезно пострадали дети одной из них. В этом деле Европейский суд нашел нарушение статьи 2, также по материально-правовому и процессуальному аспектам, потому как было найдено, что власти не предприняли необходимые действия для обеспечения безопасности местного населения от селий, такие как оповещения, постановления об эвакуации жителей. Не были приняты во внимание властями своевременные требования и настойчивые требования местного геофизического института об организации временных наблюдательных постов. Они были оставлены без внимания, такие рекомендации. А селезащитные сооружения не поддерживались в надлежащем состоянии. Более того, как постановил суд, вопросы данные не стали предметом уголовного административного или технического расследования, и требования о возмещении ущерба были фактически отклонены национальными судами. Суд также постановил, что национальные суды не использовали должным образом свои полномочия для установления всех обстоятельств дела. Было найдено нарушение статьи 2 таким образом. Калиденко дело касалось наводнения на Дальнем Востоке, когда местные власти открыли дамбу во время проливных дождей, и это переполнило русло, русло реки было загрязнено, и это переполнило, вызвало наводнение и, соответственно, разрушило дома. Здесь, по-моему, жертв как таковых человеческих не было, но суд признал, что была создана опасность для жизни заявителей, и также было найдено нарушение статьи 2, 8 и статьи 1 дополнительного протокола Конвенции. Последнее скажу. Из новых интересных дел у нас есть 3 коммуницированных жалобы в отношении России. Это Павлов и другие касается грязного воздуха, загрязнения воздуха в Липецке, как утверждают заявители, от местных заводов по производству индустриальных машин, насколько я помню. Котов – это подмосковная свалка в Клину, которую, как утверждают заявители, уже достигла своего лимита. Она, по-моему, действует с 1993 или 1999 года, достигла своего лимита, но продолжается завоз мусора туда. Это, как утверждают заявители, отравляет им их существование и влияет существенным образом отрицателем на качество их жизни. И еще одно дело. Это дело принесено… Первые два дела Павлов и Котов – это несколько, по-моему, точно без десяток заявителей есть. И дело Соляника против России. Здесь заявитель один был. Он пожаловался на то, что местное муниципальное кладбище продолжает принимать захоронение, несмотря на то, что формально оно было закрыто какое-то время назад, и это очень сильно влияет на единственный источник воды у его дома, на колодец, с которым он берет воду. Это три таких основных самых новых дел, по которым жалобы были коммуницированы и ожидаются какое-то время спустя постановление или решение суда. У меня все. Обязательно передам презентацию. Если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, я еще здесь. Татьяна, спасибо большое. Давайте так, мы сейчас передадим слово нашему второму докладчику в этой сессии, а потом общий вопрос, если они у нас будут. У нас сегодня вот две Татьяны в сессии. Я считаю, что это такой хороший счастливый знак. И я с большим удовольствием предоставляю слово Петровой Татьяне Владиславовне, профессору кафедры экологического и земельного права МГУ имени Ломоносова, моего альмаматора, поэтому мне особенно приятно вам предоставить слово лично. Татьяна Владиславовна, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, мы вас прекрасно слышим и видим. Замечательно. Уважаемые коллеги, благодарю за предоставленную мне возможность выступить на вашем форуме. Тема моего небольшого выступления, но небольшого, потому что, я так понимаю, у нас не так много времени осталось, она также посвящена вопросам охраны окружающей среды и защиты прав человека в сфере охраны окружающей среды. И мне в контексте вот этой темы хотелось бы сказать несколько слов о тех масштабных изменениях, которые произошли в российском законодательстве за последние годы. Начиная с 2014 года, вносились изменения в 2016 году. Они не сразу вступали в силу, то есть, так сказать, по истечении какого-то времени. Почему я говорю масштабные? Потому что в законодательстве появился целый ряд новых административных, фискальных инструментов. И в целом вот этот весь инструментарий можно охарактеризовать как, безусловно, ужесточение экологических требований для субъектов, осуществляющих производственную деятельность. Ну и, как мне представляется, это, безусловно, имеет значение и с точки зрения повышения гарантий реализации экологических прав граждан. Вот у нас есть статья 42 Конституции, всем известная, в которой установлено право каждого на благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда причинённому здоровью имуществу, экологическому правонарушению. Упоминавшаяся сегодня уже статья. Но это как бы статья Конституции. Она необходима ещё для реализации этих прав, конечно же, обширное законодательство со всем его инструментарием, со всеми гарантиями, которые оно может предоставить. И в контексте реализации вот этих конституционных прав мне хотелось бы обратить внимание на некоторые изменения, которые были внесены в законодательство, в частности, в закон об охране окружающей среды, и в 2014 году были введены положения, которые касаются организации учёта, государственного учёта источников негативного воздействия на окружающую среду. Вот как это не кажется странным, но до того периода, до того момента, у нас практически не было норм регламентирующих порядок учёта таких источников. И они только относительно недавно появились. Форма такого учёта – это введение государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. До 1 января 2016 года все лица, эксплуатирующие подобные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, обязаны были предоставить информацию для её внесения в Росприроднадзор, для её внесения вот в этот реестр. Это очень существенный, обширный перечень информации, который включает в себя и сведения о самих лицах, эксплуатирующих эти источники, и подробные сведения о характере деятельности этих источников. То есть что там производится, какие технологии используются, в каких объёмах ведётся производство, какие выбросы, сбросы при этом производятся, какие отходы образуются, как они размещаются и так далее, и так далее. Вот это очень важная информация, которая, собственно говоря, является ключом для того, чтобы осуществлять в ряде случаев судебную защиту своего права на благоприятную окружающую среду, потому что это, собственно говоря, помогает найти надлежащего ответчика того, ту организацию или того индивидуального предпринимателя, вследствие деятельности которых наступили определённые негативные для окружающей среды последствия. Достаточно подробно вот эти отношения закон регламентирует, но есть определённые проблемы, как мне кажется, которые ещё предстоит решить. Это, прежде всего, связано с тем, что в законе, в статье 69, которая посвящена вот этому государственному учёту объектов негативного воздействия, подробно регламентируется порядок ведения реестра, но практически не регламентируется порядок предоставления информации всем заинтересованным лицам из этого реестра. С одной стороны, пункт 9 этой статьи устанавливает, что эта информация является открытой, сведения реестра являются открытыми, за исключением сведений, конечно же, составляющих государственную или коммерческую тайну, но это, так сказать, небольшой сегмент этих сведений. А вот порядок предоставления любому желающему этой информации, как мне представляется, нуждается в дальнейшей регламентации, как в рамках самого закона об охране окружающей среды, так и на уровне подзаконного акта, вероятно, постановления правительства, которое должно быть издано, на мой взгляд, и в котором должны уже содержаться процедурные нормы, касающиеся того, в какой форме предоставляется заплату или бесплатно, в каких объемах, в каких случаях может быть отказано в предоставлении, по каким основаниям в этой информации. Вот это, с одной стороны, важное изменение, с другой стороны, некая недоговоренность закона, который, как мне представляется, еще нужно заполнить и вот этот пробел устранить. Еще одни изменения, на которых я хотела бы остановиться, вот отчасти эта тема была затронута предыдущим докладчиком, потому что к существенному нарушению экологических прав граждан ведет наличие непосредственной близости от мест их переживания крупных полигонов или, так сказать, объектов по хранению отходов. Это и промышленные отходы, это и твердые, так называемые, ТКО-твердые коммунальные отходы. К сожалению, таких объектов достаточно много, и многие из них эксплуатируются чуть ли там не с 70-х или даже 60-х годов, и, конечно же, уже давно исчерпаны их правительные мощности, и они не соответствуют ни санитарным, ни экологическим требованиям. И вот сейчас в законодательстве предприняты активные попытки решить эту проблему. Введено понятие ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. То есть само понятие накопленный вред окружающей среде, объекты накопленного вреда и ликвидации объектов накопленного вреда, целая глава внесена в закон об охране окружающей среды, где также подробно урегулированы отношения, Кто обязан это делать? Ну, это обязательство государства, потому что лица, эксплуатирующие эти объекты, они, как правило, уже неизвестны. Объекты давно подлежали закрытию, и, собственно, они уже давно превратились в несанкционированные объекты размещения отходов. Поэтому необходимы, безусловно, значительные денежные средства для того, чтобы утилизировать находящиеся там отходы, для того, чтобы провести рекультивацию загрязненных территорий, то есть все привести в нормальное состояние. И вот эти средства, они предусмотрены сейчас в федеральном бюджете, в бюджетах иного уровня, и одним из источников покрытия этих расходов будет, собственно говоря, уже сейчас является введенный, вновь введенный экологический сбор. То есть это специальный фискальный инструмент, неналоговый, обязательный платеж, основное предназначение которого как раз вот покрытие расходов по ликвидации объектов накопленного вреда. Плательщиками этого сбора выступают производители или импортеры продукции, товаров, в результате, так сказать, использования которых образуются отходы, которые потом, так сказать, лежат размещениями. Цель этого сбора не только ликвидации данных объектов, но и строительства новых, соответствующих уже более современным требованиям объектов по размещению отходов, прежде всего твердых коммунальных отходов. Ну и понятно, что вот эту вот проблему таким образом постепенно будут решать. Еще одно изменение, собственно, их очень много, мне даже не знаю, на каких из них останавливаться. Еще одно изменение законодательства, оно связано с тем, что у нас произведена категоризация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. И экологические требования, которые предъявляются к объектам, они сейчас в значительной степени дифференцируются в зависимости от того, к какой категории относится объект. Первая категория – это объекты, оказывающие значительное негативное воздействие. Вторая категория – объекты, оказывающие умеренное воздействие. Третья категория – незначительная. И четвертая категория – минимальная. Вот требования в сфере охраны окружающей среды здесь очень четко дифференцированы. И основной массив экологических требований, он, конечно же, адресован объектам первой категории. И для них предусмотрены достаточно жесткие требования в части перехода на использование наилучших доступных технологий. В части, вот одно из требований, которое было реализовано, это, оно касается установления на объектах первой категории, на имеющихся там источниках негативного воздействия на окружающую среду, автоматизированных средств учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и передачей этой информации в органы, осуществляющие государственный экологический мониторинг и государственный экологический надзор в режиме реального времени. То есть это достаточно сильная норма, и она, кстати говоря, вызвала достаточно бурный протест со стороны представителей бизнес-сообщества, которые занимаются производственной деятельностью. Но, как выяснилось, в этом смысле мы мало, эта практика, она давно имеет место в странах Евросоюза, в ряде иных стран экономически развитых. Поэтому тут, так сказать, ничего сверхъестественного не произошло, и вот это требование, оно будет выполняться. В смысле защиты прав человека, что здесь, так сказать, позитивное, на мой взгляд? Ну, то, что, естественно, возможность контролировать загрязнителей в режиме реального времени и исключать возможность каких-то несанкционированных, особенно залповых, особо опасных выбросов, которые производятся в ночное время или в таких климатических погодных условиях, когда это сложно отследить. Вот здесь вот средства контроля, которые будут стоять на соответствующих источниках, они, конечно, будут в значительной степени препятствовать вот этой вот негативной практике. Еще, значит, одно изменение в законодательстве – это принятие нового федерального закона. В 2019 году он был принят, и он называется «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Вот упоминался предыдущий выступающий город Липецк в связи с тем, что обращались жители этого города в Европейский суд по правам человека, и многие жители ряда городов, которые подпадают под этот эксперимент, тоже туда раньше обращались. Какие это города? Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тайгил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Вот это территории, это города, где будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ, и будет он проводиться до 2024 года. Основная цель этого эксперимента, конечно же, решение проблемы сокращения выбросов. И здесь применительно к каждой территории будет разрабатываться комплексный план, включающий целевые показатели, то есть те показатели по выбросам, которые должны быть достигнуты к 2024 году, и перечень мероприятий, что для этого нужно сделать. Вот это очень конкретный закон, практикоориентированный закон, который касается конкретных территорий. И смысл вот этого квотирования заключается в том, что там составляются сводные расчеты, учитываются не только стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, но и передвижные источники, то есть транспорт, который в этих городах имеется. И с учетом всего этого производится оценка и устанавливаются квоты на выбросы загрязняющих веществ для конкретных субъектов производственной деятельности. На мой взгляд, вот этот закон, он также направлен на то, чтобы решить проблему загрязнения атмосферного воздуха и, конечно же, регулярного нарушения прав человека, населения, которые проживают в этих городах, на благоприятную окружающую среду. Коллеги, ну я вот, так сказать, на этом хотела бы закончить свой краткий обзор законодательства. Я могу ответить на вопросы, если они у вас имеются по иным новеллам законодательства, у которых очень много. Я просто не хотела злоупотреблять вашим вниманием. Татьяна Владиславовна, спасибо вам большое. Очень приятно, очень содержательная, системная, фундаментальная презентация изменений. На самом деле, с такой, мне кажется, очень позитивной тенденцией, что очень радует. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Коллеги, нет вопросов? Таня, у тебя есть к Татьяне Владиславовне вопросы или, может быть, какое-то взаимодействие, обсуждение, комментарии? Поскольку ты занимаешься делами, российскими делами в Страсбурге, Татьяна Владиславовна здесь занимается многими делами здесь, в России. Может быть, у тебя есть какие-то комментарии? Спасибо. Я с большим интересом послушала выступление Татьяны Владиславовны. Спасибо вам большое. Вопросов очень много. И прям вот хотелось бы, учитывая то время, что у нас остается, у нас фактически не остается, мне бы хотелось, может быть, спросить в каком-то другом формате, можно будет задать их или нет. У нас немножко есть времени, потому что у нас в противовес задерживаются выступающие последние сессии, поэтому в целом, Таня, Татьяна Владиславовна, если у вас есть возможность с нами еще пообщаться, мы готовы это время предоставить, если оно у вас есть, конечно. Спасибо. Да, я бы хотела услышать еще, какие еще, может быть, кратко, тезисно, опять же, дополнительные еще инициативы, которые вы еще не осветили сейчас. Имеете в виду законодательство? Да, 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 законодательство. Ну, слышно меня сейчас? Да, слышно. Ну, тут, значит, у нас как бы основной тренд законодательства сейчас – это наилучшие доступные технологии. И, собственно говоря, определены сроки перехода на использование вот этих НДТ. И здесь мы абсолютно идем в том же тренде, что и ЕС, страны ЕС. То есть, по сути, вот то, что у нас в законодательстве есть, это в какой-то степени калька с того, что есть уже на эту тему в Европе. Пошли по тому же пути, закрепили понятие, что такое технология, определили механизм признания технологии наилучшими доступными. Это касается российских и зарубежных технологий. Определили форму учета, сферы применения, то есть те отрасли производственной деятельности, где эти технологии могут применяться. Определили, значит, порядок ведения вот этих информационно-технических справочников, где содержится описание наилучших доступных технологий. Ну, и определили юридические последствия внедрения для конкретных субъектов наилучших доступных технологий. В частности, к числу таких последствий относятся освобождение от плата за негативные воздействия на окружающую среду. Крутежи весьма существенные сейчас уже для крупных загрязнителей, для вот этих вот, которые оказывают значительное воздействие первой категории. И поэтому, конечно, возможность освободиться от этой платы, она для многих, в общем-то, имеет такое решающее, существенное, скажем так, значение. Ну, и если субъект декларирует, то есть это не является обязательным, но это стимулируется различными способами и стимулами позитивными, скажем так, и стимулами негативными, когда в случае невнедрения наилучшей доступной технологии для субъекта наступают определенные экономически негативные последствия. Есть налоговые льготы, инвестиционные налоговые льготы, связанные с внедрением НДТ. Ну, и, конечно, здесь очень, так сказать, хорошо проявляет себя плата за негативные воздействия в том смысле, что предполагается зачет, скажем, платы, ну, освобождение, естественно, но пока еще идет процесс внедрения самой технологии, возможно, зачет расходов, произведенных на внедрение вот этой наилучшей доступной технологии, счет платы за негативные воздействия на окружающую среду. На мой взгляд, достаточно такой полноценный правовой механизм, и помимо норм закона, касающейся НДТ, создана такая обширная подзаконная база, которая, собственно говоря, позволяет уже нормам закона нормально работать. Конечно, есть и критики вот этой вот всей системы, безусловно, и она, по сути, новая, нуждается в определенной, конечно, обкатке для того, чтобы посмотреть, где ее слабые места, но в целом работа проделана, конечно, очень большая. Вот по НДТ, это, конечно, собственно, вопрос номер один. Техническое перевооружение промышленности с целью повышения ее экологической безопасности. Прекрасно. До свидания. Спасибо большое. Я думаю, мы будем отпускать наших коллег, наших Татьян. Вот, и это в жизни все так очень часто бывает, как сообщающиеся сосуды, да, где-то убывает, где-то прибывает, мы с вами задержались, а сейчас мы вынуждены опять немножко ждать. Общение возможно через Наталью Владимировну. Да, вот, общение возможно, и вот еще раз вам спасибо большое, хорошего продолжения дня всем. Все, можете отключаться. До свидания, до встречи, спасибо вам огромное. Спасибо за предоставленную возможность, да, всего доброго всем. Счастливо. Счастливо. До свидания, до свидания. До свидания. Мы с вами продолжаем общаться дальше, и у нас с Ириной есть такое предложение. Мы пока ждем, вот, ждем последнего нашего выступающего на последней сессии, и у вас есть возможность у нас спросить какие-то вопросы, может быть, такого организационного или очень простого характера, связанные, допустим, именно с курсами, с тем, как, что будет проходить. Если у вас есть вопросы, комментарии, или еще мы очень будем рады, если вы нам, как теперь модно говорить, обратную связь дадите, ну, как вам понравилось, мы будем очень вам признательны. Запало в душу. У нас прям столько спросили. Нет, мы рады, мы рады этому. Так. Да, да. Да, очень хорошо, что вы подняли этот вопрос. Спасибо большое, потому что я уже в начале дня про это говорила, но я знаю, что нас сейчас слушают коллеги и из Центральной Азии, и из Беларуси, поэтому я еще раз повторю для всех, да, сегодня, можно сказать, даже не сегодня, а в понедельник был дан старт, уже создана страница курса, туда выложены все необходимые материалы, и моя коллега Мария буквально в конце недели и в понедельник начнет добавлять вас в закрытую группу для прохождения курса. Срок, который, вообще время по некому нашему усредненному расчету на прохождение всего курса и прочтение всех материалов требуется примерно 5 часов. Поэтому, да, он, так как это введение, этот курс общий, ну, плюс также, как я уже говорила, уже выложены 3 полных лекции Виктории Муродудиной, Анной Степановой и Еленой Юркиной. Этих лекций будет достаточно для того, чтобы, они выложены там же в дополнительных материалах, этих лекций будет достаточно для того, чтобы всесторонне понять общие подходы и принципы функционирования суда и вообще всей системы Европейского Совета Европы. Вот, как я уже сказала, моя коллега добавит всех слушателей курсов, в том числе тех слушателей, которые следят за курсами онлайн в закрытую группу и вы получите на тот имейл, который вы указали при регистрации на платформе Help, вы получите письмо с предложением перейти по ссылке и пройти курс. Я уступаю место спикерам, которые закрывают сегодняшнее мероприятие. Спасибо.